Пореветствую всех любителей старой отечественной радиоаппаратуры. Сегодня наш рассказ про кинематический механизм, про кинематическую схему, про кинематику замечательного отечественного стереофонического транзисторного катушечного магнитофона Astro MK110S-1. Произведенный на Ленинградском заводе техприбор в 1990 году этот магнитофон является апогеем развития магнитофонов модели Astro. Чем он характерен? Данный аппарат стереофонический, имеет два канала, имеет встроенный усилитель мощности, собственный и даже динамики. Здесь по боковинам так называемые контрольные динамики, но довольно неплохого качества, которые позволяют прослушивать запись, не используя дополнительных внешних усилителей либо акустических систем. Ну, конечно, качество записи будет ниже, нежели чем на выносную акустику, а тем паче ниже, чем на акустику с усилителем мощности. Вот. Тем не менее, этот магнитофон в силу своих вот этих особенностей, он универсален. То есть мы можем его использовать и без каких-либо дополнительных приспособлений в качестве полного магнитофона. Можем его использовать с дополнительными акустическими системами, то есть он будет работать как магнитофон и как усилитель. Динамики в это время будут отключены, его встроенные. Вот. И можем его использовать как магнитофон-приставку, то есть взяв с линейного выхода сигнал, очень, кстати, качественный сигнал, безумно широкий частотный диапазон. Вот. Взяв с линейного выхода сигнал на усилитель мощности внешней и отправив с усилка уже, соответственно, на внешние колонки, на внешние акустические системы. Так вот, что касается его технических характеристик, несмотря на то, что магнитофон относится к первой группе сложности, к первому классу, как раньше их называли, что видно из названия МК-110. Тем не менее, его диапазон записываемых и воспроизводимых частот значительно превышает частотный диапазон даже магнитофонов высшего класса, тех времен, выпускавшихся в СССР. То есть ему в подметке не годится Стас Союз, ему в подметке не годится Олимп, не побоюсь этого слова. Ильдь отдыхает, Идель, поскольку, скажем так, частотный диапазон этой астры составляет промежуток от 20 герц до 25 килогерц на 19 скорости. Это реалии, я замерял. Фактически частотный диапазон очень высокий. Вот, значит, и в таком маленьком компактном корпусе собрана вот эта вся, скажем так, предельно простая, но гениальная, значит, его внутренняя конструкция. Значит, у него замечательный, что предварительный усилок, что усилок оконечный. Вот, поэтому он выдает такие хорошие характеристики. Вместе с тем, он предельно прост. Ни каких там систем шумоподавления, никакой электроники поиска и так далее и тому подобное. Более того, он одномоторный, у него всего один мотор. Вот это, конечно, из его минусов. Одномоторная схема подразумевает усложненную кинематику и подразумевает повышенный уровень шумов. Вот, это да, это минус. Максимальные катушки, которые можно на него поставить, это 18-е, тоже из минусов, на мой взгляд. Вот, если бы сюда можно было ставить более объемные, более емкие километровки, цены бы ему не было вообще. Но вместе с тем, это один из самых красивых, на мой взгляд, магнитофонов, выпускавшихся в СССР. Вот, смотрите, абсолютно симметричный, слева направо практически. Вот, строгие круглые клавиши, включение режимов, вот, ползунки, резисторы. Ну, я с них снял сейчас. Рукоятки, вы поймете, почему. Вот, чуть позже. Вот, серебристо, такой серый цвет в оформлении. Окрашен, кстати, краской металлик по пластмассе, чтобы было новшеством. Это вот только 110-е, 110 S1 пошли уже окрашены металликом. Вот такой красивый, симпатичный, довольно легкий магнитофон. Он, как бы, переносной, может, у него имеется вот здесь сверху такая вынимающаяся, прячущаяся ручечка для переноски. Вот, есть 15 килограмм. Вот, ну, давайте, собственно говоря, к делу. Включается нажатием вот этой клавиши, как видите, загорелся зеленый огонечек, вот, там вспыхнула лампочка автостопа, горит. Вот, для того, чтобы привести его в действие, включаем, допустим, на 19 скорость вот этой рукояточкой. Кстати, в нерабочем положении она должна всегда стоять вертикально, чтобы не портился от прижима к зонвалу, пардон, к маховику промежуточный ролик. Я вам потом покажу. Это у нас счетчик ленты, это у нас регулятор натяжения пленки. Он всего один, два два магнитофона. Вот, не два, там, как бы модно было у более поздних моделей, но он достаточно эффективен. Вот, ручка управления всеми режимами лентопротяжки справа, как заметил метка и остроумно один из пользователей, напоминает больше всего ручка стиральной машинки. Ну да, она грудится, как бы, на 180 градусов, переключая все режимы. Но кинематика очень легкая, то есть даже легче и удобнее, чем клавишная кинематика на других типах магнитофонов. Итак, включаем перемоточку. Почему она у нас не мотает? Не мотает у нас потому, что, как бы, вот через этот прозрачный ракурт светится лампочка на автостоп и не дает запуститься мотору. То есть для этого мы немножечко подмотаем ленту, чтобы она закрыла фотоприемник. Вот видите, она вот здесь находится. Вот фотоприемничек, а вот она, собственно говоря, ленточка. Как только у нас, вот, видите, пошла. Вот. Слышно, как заработал мотор. Ну, послушайте, по-моему, не очень шумно. Я не скажу, что вот такой жуткий рокот. Нормально. Перемотки у него зверские. Вот работает натяжитель пленочки для более ровной укладки. Вот, мотает в обе стороны. Это изумительно, что туда, что сюда. Это вы можете обратить внимание. То есть, в отличие от того же моего любимого Akai 77, который не мотает в конце бобины, здесь мотает на всех режимах. И очень хорошо мотает. Здесь все настроено, протерто, промазано и так далее в кинематике. Воспроизведение включается таким образом. Ставим вертикально и нажимаем клавишу пуск. Сейчас, чтоб не заорал. А дома подрастает родная детвора. Мы воры и гуманисты. Мы все рецидивисты. Но нас не остановит ни пуля, ни тюрьма. У всех у нас пороки. Мы все имели сроки. И нас не испугает собачья колы... Пауза. Ну, как вы обратили внимание, прошу прощения за записи. Здесь Вилли Токарев, старая какая-то древняя пленка. Что записано, то записано. Вот, регуляторы громкости, они как бы сдвоены. На левый канал, на правый канал. То есть, ими же регулируется и баланс. Очень удобно, на мой взгляд. Удобнее, чем отдельный регулятор громкости и регулятор баланса. Регуляторы тембров по низким и по высоким частотам. То есть, такой как бы маленький эквалайзерчик получается. Это регуляторы уровня записи снизу под индикаторами. Сверху пиковые указатели. Кнопка записи и кнопки включения. Первый канал, второй канал включен, выключен. А вот это сквозного канала кнопочка. Да, монитофон оснащен сквозным каналом. Так что это замечательно. Здесь у нас кнопка включения дистанционного пульта управления. Да, да. К нему прилагалось... Не прилагалось, а можно было подключить лентяечку проводную. Правда, всего один режим. Пуск-стоп. Вот. Кнопка переключения динамиков на внешний и внутренний. Кнопка отключения динамиков. Все входы и выходы расположены слева и справа. Вот здесь специальный гнездок. Показывать не буду, поверьте на слово. Очень удобно. Не надо лезть куда-то на магнитофон. Там необходимость подключить шнуры. Все шнуры, микрофоны и соединительные шнуры вступка. Вот эти два гнездышка. Вот такой замечательный магнитофон. Теперь переходим, собственно, к теме нашего разговора. К работе режима кинематики. Я специально не свинчил. Катушечки снимаются с этой астры уже. Крепятся, вернее, они к подкатушечникам, как у нормальных магнитофонов. То есть без дополнительных резиновых прижимных шапок, как было на Астре 209. Катушечки мы аккуратненько снимем. Снимем крышку блока головок. Головка воспроизводящая, головка записывающая, головка стирающая. Полноценный складной канал. Автостоп, входом световой. Пальчиком закрываем, мотор включается. Пальчик убираем, мотор выключается. Регулятор натяжения. Так, демонтируем ручки включения магнитофона и переключения скоростей. Снимем нашу нижнюю фальш-панельку. Вот у нас индикаторы. Они как бы ничем не закреплены, свободно висят. Можно их переместить вниз, а можно оставить на штатных местах. Снимем верхнюю фальш-панельку из листового алюминия. Очень красивую. Вот он. Во всей прелести наш лентопротяжный механизм перед нами. Давайте к нему обратимся и посмотрим, что у нас тут интересного есть. А тут много всего интересного. Значит, вот он переключатель скорости. Нейтральное положение. Девятая скорость и девятнадцатая. Если вы обратите внимание вот сюда, вот он промежуточный ролик. Вот на девятой скорости его видно. Вот видите, он подошел к двухдиаметровому шкиву, надетому на вал ведущего единственного двигателя. Вот на девятой скорости он так взаимодействует с ним, соединяя между собой вот этот диаметр шкива с вот этим вот нашим как бы маховиком. Маховиком. Массивным маховиком, который приводит в тон вал. Вот. Это на девятой скорости. Это на нейтрале он ни к чему не прикасается. Вот эта пружина его держит в преднатяжении. А вот на девятнадцатом, ну вы не увидите, он встает как раз между вот этим более большим диаметром шкива и нашим маховиком. Все очень просто, все очень доступно, все очень удобно. Вот наша ручечка переключения всех режимов, как вы видите. Мы ее вращаем. Включаем режим, допустим, воспроизведения. У нас вот подошел, видите, мой ролик прижимной к ведущему валу. Подошел. Для Дениса, что он удерживается в состоянии положения паузы, вот этот вот штифтом, который работает за электромагнит. Если мы нажмем пуск, электромагнит его отпустит и он прижмется. Пуск, стоп, пуск, стоп, пуск, стоп. Видите? То есть при помощи этого электромагнита у нас реализован всего-навсего один режим. Это режим паузы и воспроизведения. И в электромагнит соленоид у нас в этом магнитофоне всего один. Всего-навсего один. Вот, вот такая ситуация. Вот. Значит, что касается перемоток. Перемотки работают вот таким образом. Нажимаем перемотку влево. Нажимаем перемотку влево. Прижимается вот этот промежуточный ролик к перемотку влевому узлу. Нажимаем перемотку вправо. Включается, прижимается промежуточный ролик. К этому вправо, к промежуточному перемотку влевому узлу. Вот таким образом работает подниматель к этому магнитофону. В общем, так я вам о ней рассказал. Спасибо большое за внимание. На этом заканчиваю. Всё, спасибо.